Омская молодежь В этом году таких групп по интересам набралось 6 коллективов. Команду «Ванильная панакота» представили веселые и находчивые учителя 151-й школы. «Стоять! Я сказала стоять! Доча! Доченька! Ей тридцатка, ей нужнее!» Свой профессиональный юмор продемонстрировали сотрудники группы компании «Титан» команда «Дядя Миша». Команда также показала, как должны проходить выборы мэра Омска. «Вот вам стульчик сейчас. На раз, два, три и поехали!» «Я новая мэра!» Большой веселой компанией Саргатского района приехала в Омск команда «Сипыкашники». «Независимая команда «Негордые» выступила за просвещение нынешней молодежи. «Личка, наличка, ладим, забан, посты, репосты, скрины, онлайн, донатчики, видос, чужими словами язык наш зарос. Молодые люди, бросьте вы игрушки на, на уши сайте, почитайте пушкина». Команду «Лукаши» представляли учителя 95-й школы. Их шутки про любимые работы учеников сразу оценили зрители. «Место уроков, а там все не хотим, прыгать, гулять и петь, чтобы с ума не сойти и подольше терпеть». Еще одна независимая команда «Ди энди» состояла из одного участника. Но это не помешало Диме Демину по-своему зажечь «Химик». По результатам двух конкурсов жюри определило лучшего актера, актрису и лучшую шутку. Победителям номинации вручили дипломы и подарки от Министерства по делам молодежи. На втором и третьем местах оказались команды «Дядя Миша» и «Ванильная Панакота». Главный приз Кубок фестиваля КВН рабочей молодежи получила команда «Лукаши». Между коллегами понимание, задор, спор, выяснение, как говорится, что лучше, что хуже, вот именно общение в этом. Скажите нам, как долго готовитесь и как придумываете шутки, из жизни берете? Да, школьная жизнь богата шутками, поэтому долго готовимся, берем шутки оттуда. Готовиться к выступлению на фестивале, совмещать репетиции с работой и личной жизнью участникам, как оказалось, было совсем не трудно. В обеденный перерыв, то есть у кого какое время есть, кто-то на больничном, кто-то в отпуске, неважно, ребята приезжали, коллективно придумывали шутки, репетировали после работы. Мы, в общем-то, знакомы были, кто-то в соревнованиях участвовал просто так, привет-привет на работе, а вот конкретно командный дух, вот это вот сплочение, за две недели мы невероятно сдружились с ребятами. И я думаю, что то общение, которое между нами вот сейчас, как искра проскользнуло, оно будет продолжаться и в дальнейшем. Почему вы вообще играете в КВН, что вам это дает? Отвлекает от работы? Меня, собственно меня, мне предоставляет это просто радость. Нам просто это нравится. Когда ты вызываешь у людей улыбку, смех, ты получаешь счастье. Это же хорошие эмоции. Зарядиться позитивом, укрепить отношения с коллегами и реализовать свои творческие способности участникам фестиваля рабочей молодежи удалось на все 100%.